Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Радик Загидуллин. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете обсудили вопросы цифровизации работы врачей. Современные технологии в области эхокардиографии. Кто стал Мистер Тарстан 2021? Казанский университет посетил руководитель Россотрудничества Евгения Примаков. На заседании в главном здании обсудили дальнейшие взаимодействия Казанского университета и Россотрудничества. Также состоялась встреча с иностранными студентами, которые смогли задать интересующие вопросы Евгению Примакову. Более подробно вы узнаете в нашем следующем выпуске. На базе медико-санитарной части Казанского университета прошло рабочее совещание по вопросам цифрового развития деятельности университетской клиники. Подробности вы узнаете из сюжета моих коллег. Вел в совещании ректор Ильшат Гафоров с участием главного врача университетской клиники Сергея Осипова, директора Центра цифровых трансформаций Дмитрия Чекрина, проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрия Пашина, сотрудников университетской клиники и других структурных подразделений университета. На совещании обсудили текущее состояние цифровизации клиники, а также обсудили перспективы развития в этом направлении. О важности цифрового развития медицинской деятельности рассказал и Сергей Осипов, который отметил, что необходима единая система, позволяющая работать с медицинской информацией. Так будет упрощен процесс поставки диагнозов, ведения истории болезней и многое другое. Если мы строим правильную систему кодирования, когда один и тот же признак будет постоянно кодироваться одним и тем же образом, и сразу без всяких шлюцов, без всего получаете подложку для того, чтобы эту информацию обрабатывать и, соответственно, эту информацию выпускать в научные данные. Как раз это и важно, потому что сейчас научные работники сидят глазами, выбирают из этих текстов, какой нам признак. В завершении совещания ректор поручил сформировать список тех направлений в деятельности клиники, которые, по мнению врачей, должны подвергнуться цифровизации. Для этого будет создана группа из трех-четырех заинтересованных сотрудников университетской клиники с участием специалистов Центра цифровых трансформаций под руководством директора Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрия Чекрина и Департамента информатизации и связи. Команде необходимо будет сформировать техническое задание по цифровизации медицинских процессов и организации деятельности всей клиники с конкретными этапами, сроками выполнения и необходимым финансированием. Поэтому мы четко должны понимать, куда нам двигаться. Поэтому нам нужно именно в вашей заявке, и мы должны определиться с главным врачом, с Латыповым, с нами. Я думаю, было бы, наверное, плохо, Сергей Ильич, вот если бы вы собрали от трех-четырех-пяти из пяти человек специалистов, которые заинтересованы в этом деле и имеют определенное базовое понимание, что мы будем. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Команды Казанского федерального университета стали призерами всероссийских соревнований по фитнес-аэробике, прошедших в столице Чувашии, городе Чебоксары. Они завоевали золотые и бронзовые медали. В университетской клинике функционирует кардиология, кардиохирургия и рентгенохирургия. И поэтому вопросу инструментальной диагностики уделяется особое внимание. Все подробности вы узнаете в нашем следующем сюжете. Все врачи университетской клиники – специалисты, имеющие высшую категорию и стаж работы более 20 лет. Помимо обычной стандартной эхокардиографии, они проводят через пищеводную эхокардиографию, которая помогает выявлять тромбы в ушке левого предсердия. При необходимости мы проводим стресс-эхокардиографию или эхокардиографию с физической нагрузкой совместно с врачами отделения функциональной диагностики. Так вот, стресс-эхокардиография помогает выявить необходимость вообще проведения стентирования или шунтирования коронарных артерий, это артерии сердца, у больных уже с шимической болезнью сердца. Учитывая высокий уровень оборудования специалистов, врачи дополняют обычную стандартную эхокардиографию дополнительными современными технологиями. Например, такую, как спеклтрекинг-технология. Вот данная технология позволяет увидеть конкретную зону поражения сердца, степень, глубину ее поражения. Причем, как у пациентов, которые не имеют даже еще клиники и не имеют ЭКГ-проявлений, так и уже таких тяжелых и редких встречающихся заболеваний, как амилоидоз сердца, миокардит, апикальные ГКМП. Проведение таких регулярных сердечно-сосудистых осмотров на сегодняшний день достаточно актуально. Во-первых, любое заболевание, будь то острое хроническое заболевание легких, сахарный диабет, ревматические болезни, самое грозное осложнение у них – это сердечно-сосудистые. И особенно это ярко проявилось в последний год у больных COVID-19. Во-вторых, в мире, как и у нас, собственно говоря, наблюдается неуклонный медленный рост сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Елизавета Никитина, Ленардо Люсьеров, Универ Ньюс. На площадке культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» состоялся финал ежегодного республиканского конкурса «Мисс Татарстан-2021». О том, кто стал обладательницей заветного титула, узнаете в сюжете Дианы Желенковой. Три кастинга, 30 финалисток, 12-часовые репетиции и только одна из них станет «Мисс Татарстан». Уникальный проект ежегодно устраивает торжество истинной красоты, как внешней, так и внутренней. Изящество, ум, грация и харизма. Порой и этого недостаточно, чтобы стать заветной «Мисс». Наш конкурс призван не для того, чтобы собрать девушек и их продемонстрировать широкой публике. Наша задача – воспитать обаятельных, привлекательных, образованных девушек, которые могут по-настоящему называться красивыми. Сложно представить, какое волнение испытывают девушки за кулисами, но это не мешает уверенными шагами дефилировать по сцене, демонстрировать свои таланты на традиционной визитке и, конечно же, облистать умом на интеллектуальном блоке. Лишь к полуночи были объявлены первые победительницы в номинациях. Прозвучал и Казанский университет. Обладательницей титула «Мисс Казань-2021» стала студентка третьего курса Института управления экономики и финансов Лейсан Тагирова. Очень приятно, приятной неожиданностью. Может быть, жюри увидело в моих глазах, что я на самом деле очень хочу стать обладательницей титула «Мисс Казань». Я понимала, что нужно в первую очередь пытаться сохранять спокойствие на сцене и, конечно же, быть естественной самой собой. За прошлый год Лейсан Тагирова завоевала еще несколько титулов. Стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс КФО», а также стала красой студенчества Республики Татарстан. Но на этом таланты представительниц Казанского университета не заканчиваются. Ведь самый главный титул «Мисс Татарстан» завоевала студентка первого курса юридического факультета Дина Юнусова. У меня было такое чувство, что у меня просто камни в ногах. Я просто не могла сдвинуться с места. И когда мне надевали корону, у меня тряслись губы. Это видно на видео. И Зольда Генриевна меня успокаивала. Она меня вот так схватила за плечи и говорила мне в ухо «Дина, успокойся». Но я просто не понимала. У меня было такое состояние, будто я сплю. Состояние шока. И, наверное, если даже очень захотеть специально испытать такое чувство, человек его просто так не испытает. По словам Дины Юнусовой, решение об участии в конкурсе было принято спонтанно. Сама девушка хоть и изучает юриспруденцию, но при этом уже прошла обучение на стилиста в Москве. В будущем Дина Юнусова хочет создать собственный бренд одежды. Ну а пока что девушка будет готовиться к конкурсу «Мисс Россия». Для этого нужно будет проделать много работы над собой, чтобы успешно подготовиться к финальному кастингу и его пройти. Но не из модельной сферы. Я планирую дальше продолжать обучение на юриста, соответственно. Я максималистка, и поэтому в моих планах получить красный диплом. Ну и что касается сферы моды, это развиваться дальше в этом направлении также. По мнению девушек, а также основательницы конкурса Изольды Сахаровой, красивый человек должен быть красив как внешне, так и внутренне. Мы стараемся показать действительно настоящих девушек, которые естественны, без фальши, без высокомерия, без наигранности. Вот все то, что принято вообще в обществе, в любом обществе называть красивым человеком. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Радик Загидуллин. Сюжеты из нашего выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова